Мы с оператором обычно проходим картину и делаем по своей почеркушке, а дальше по ним раскадровщик он как-то прорисовывает. Это помогает в каких-то сценах, которые связаны особенно с компьютерной графикой. Это надо делать обязательно. Есть какие-то сцены, которые нельзя раскадровать. Например, какую-нибудь постельную сцену раскадровать невозможно. Хотя, как ни странно, ее необходимо репетировать. Потому что есть вещи, которые тоже нужно разрабатывать, а импровизировать ее нельзя, потому что у всех воображение ограничено. Тем более, при съемке подобных вещей возникает некая скованность. Чтобы ее не было, надо все разрабатывать тщательно до жеста. Это надо репетировать, как проходить. Потому что, когда это репетировано, тогда это легко делается. Ну, как-то это не легко делать, но возможность сделать. С оператором, в принципе, все должно быть обсуждено и договорено еще в подготовительном периоде. Ну, как минимум, за несколько дней до этого. В общем, при выборе натуры или чуть-чуть позже. Потому что, извините, есть некие решения, которые оператор там должен нам заказывать технику или свет. Если только это не американский продакшен, такой дорогой, где люди возят с собой просто вообще все на все случаи жизни. Есть некая общая идея света, которая тоже говаривается обычно до. То есть, как мы это будем как-то освещать. И если есть идея движения, значит, при этом оператору, он как бы там нечто предлагает, естественно, потому что он тоже там думает на ходу. Это всегда утверждается. Не может быть такого, что оператор чего-то скажет. А давай-ка мы вот тут вот, я вот тут сейчас вот наеду, там, место лица вот на эту вазочку. Как бы, а нафиг нам вазочка, значит. Ну, очень красивая вазочка. Но если он будет как-то, если он будет как-то убедительный, что нам будет зарезана, значит, нужна эта вазочка и объяснится, зачем она, значит, нам нужна, то вот только, как бы, черт с ним, можно и на вазочку наехать. Хороший оператор, он слышит, он даже как-то музыкант, там, как-то слышит дирижера. И как бы, в принципе, на площадке разговаривать некогда, и там лучше общаться на уровне мычания просто. Вот как-то так. И если сработано, обычно оно как бы так и бывает. И столько не возникает какой-то конфликтной идеи, значит, что вот ему там пришло в голову это, а те, как... Но это только, у меня такого не было. Как-то это... Не, было один раз. Я работал с Книжинским, который отличался тем еще кого характером. И там было довольно сильное верхнее солнце, ну, такое лобовое. Ну, в принципе, для оператора, в общем, неблагоприятный, верно, такой довольно грубый и как бы некрасивый. Он как бы не хотел снимать приятное солнце. А у меня артисты были готовы, мне, честно говоря, там будет плевать, как бы, там, контровое солнце или лобовое. В данном случае мне... Я сказал, что нет, значит, давайте снимать. Я-то не буду снимать. Ну, это было, как бы, там, в те советские времена, когда я был дебютантом, он там был классик. Я сказал, окей, не надо, я сам сниму, там, поставьте мне экспозицию, значит, и поставьте мне диафрагму. И мне там померили, поставили диафрагму, я там сам встал за камеру и дело снял, то есть как камера. На площадке, в принципе, если там кто-то орёт или как-то что-то такое скандалит, это не очень хороший знак. Ну, значит, обычно на хорошей площадке обычно всё происходит абсолютно беззвучно. Ну, там, шурша как-то, вообще ничего не заметно. Буду шу-шу-шу и там что-то такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok